а мы всем привет всем привет вы на канале пиратская жизнь пиратская жизнь у нас в россиюшки снега полном навалило ребят у нас как всегда разбирают стену я так чувствую через недельку они вообще эту стену разберут полностью было достаточно много застройки а сейчас они ведь и раз 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 и все разбирают ладно заострять на этом моменте плохо спала как-то знаете так и сяк и так проснешься сяк проснешься должны были сейчас уже быть самолете на египет не получилось посмотрел новогодний тур и везде заставляют оплачивать новогодний мужик где-то если вы попадаете на рождество так еще и рождественский ужин а если я не хочу если мне достаточно обычного ресторан принудительно заставляют а стоит он немало 17 17 тысяч за что за что-то в общем тут тур который хотела стоит 140 а я изначально покупала а я изначально покупала нам был 80 разница такая нехилая ну и плюс новый год за границей не конечно может быть интересно отметить новый год за границей но честно для меня новый год это семейный праздник вот так насчет готовить надо с овощами эти за фрукты что-то ничего нету ничего не покупали как хорошо что у нас есть нз запасом за мешки с ними хоть в бой хоть куда они способны от любого человека за грязь я тоже скоро мне врачу позвонить клинике для анализа сдавала дума надо как-то это нужно как-то приводить себя в порядке сейчас эти померила сахар а вот сахар у меня чуть поменьше там 55 вот ну конечно все равно такой причем заметьте я вчера не пила глукофаж что-то решила пока их не пить вот потому что все-таки они очень сильно влияют на печень вот то что вовки тогда их отменили когда мы назначили глукофаж они очень сильно влияют на печень и вот судя по моим показателям как раз вот они мне и влияют на печень вот так решил пока немножко не пить я даже понимаю что врач надо к врачу чтобы туда сюда отменять и прочее но в принципе у меня же инсулин то стоит достаточно это мне была назначена терапия как это сопутствующая для поджелудочных чтобы она меньше вырабатывала инсулина но как показывают анализы она меньше его не урабатывает ей как-то пофигу вот поэтому как-то так не знаю не знаю почистишь поголодать лечебно так зашлакованный у меня организм девочки зашлакованный так ладно не знаю что у нас сейчас честно у меня планы такие вот были планы поехали а сейчас вообще не знаю чем заняться куда податься кому отдаться так что у нас есть вкусное у нас есть чай чай кстати вот это вот вовкин чай ричард прям лорд брей очень вкусней так хлеба не хочу у нас есть печеньки вовка вчера выключил у нас есть блины которые надо доедать в кровати когда планы рушите так грустно так обидно обстоятельства то отпуск берет я то могу в любой момент себе отпуск устроить обстоятельства у нее отпуск накрывается медным тазом а прикиньте если они туда поехали уже вот кто-нибудь например с москвы едет кто-то поехал туда пораньше за сутки а им раз и говорит отменили вообще нормально так у меня девочка которая меня стрижет а вот она по москву поехала заранее загодя за что там пару дней потому что у нее ребенок маленький что там не очень удобно было не любит вот это в ухах писать человек назад загодя поехал а если бы если бы его так же сказали за сутки представляете за сутки то есть нам он аннуляцию пришла буквально там за сутки до до вылета вот так вот раз все вы не понимаете все нормально а ты уже в москве а ты уже деньги потратил а ты же отпуск взял нет реально вот тебе и чартеры и на самом деле задумаешься может быть самим отпуск организовывать себе что-то я посмотрела конечно отель другой другой если отдельно покупать отель 63 билеты еще тоже там бешеный день строить чартеры так ладно сегодня будем возвращаться к этой теме с дураком у нас он сразу с кольцом с орешками ну раз хочет ребенку сейчас я тоже ему сахар померю на 7,5 у него на одну десятую снизилась у меня на 3 отель черепов но они где-то по-моему везде под то печенье Мы положим с чаёчком, в общем этого ванку просил купить, хозяин говорит, я сказала, вот как хочет, он говорит, вот видишь, у тебя не понижается, у меня лучше понижается, это, это, эти, цитрусы вчеродели, мандаринки вчеродели, конечно, мандаринки виноваты, это, знаете, из-за разряда холодцом отравился. Ну, это арахис по вкусу, по-моему, арахис. Так, всё, можно закипать. Не, не хорошо, просто обычная соль, без всяких консервантов. Кстати, надо сольку пить. Надо сольку пить. В общем, сегодня, короче, будем закупаться. Вот, он хотел сегодня ещё на алкашки взять на Новый год. Я не понимаю, зачем, если мы не пьём. А вдруг нам кто-то в гости придёт, а вдруг мы поедем в гости. Он хочет это купить. Ром, не ром, а этот, джин, джин. Так. Я показывала, масло вчера взяла, поспорим. Вот такое вот. 82%. Такой инцидент. Классное масло. Мне нравится, знаете, 82 по, кстати. Остатки. Вот такие мешки, как Козер, классика. Обалденно. Раз, и всё. Так, раз, на один раз всё устал. Так, какие ещё. Держи меня, как теплые кипятки. Зачем мне сон-то? По-моему, лаврушку у нас заканчивается. А список составлять? Кто купить, а кто купить. А, сейчас как требуха осталась. Урвала. Уберешь? Ту-ту-ту-ту. О! Держи меня, как теплые кипятки. Держи меня с собой. Зачем мне солнце в Египте? Ну зачем, скажи мне? Это в веселом коллюзив. Когда у меня есть снег на улице. Та-да-да-да-да-да-да-да. Веселый начал смотреть новый сериал. Точнее не новый, он уже стал, он уже смотрел. Второй сезон. Называется... Ресторан по понятию. Конечно, такой, знаете, на один раз, но тем не менее. Достаточно неплохо. Так, в холодильнике у нас щаром фокати. Щаром фокати. Так, надо йогурт написать. Потом у меня просрочится. И вот. Короче, пачки-пачки. Йогурт, пельмешки. Ну, пельмешки не так много, как хотелось бы. Они очень вкусные. Вот эта процесса мне очень нравится. Давай скипай, скипай. Я хочу без... Без этого... Без всего. Отборочить им, собственно. Мои остатки блинов. Не, блины у меня шикарные. Как ни крути. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Жжи меня... А ты, пареньки, ты, пареньки. И ты, 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 ты с собой. Зачем мне солнце? Монако. Всё. Пельёчка. Или накопить, девочки, а? И слетать в нормальное место, в хорошее. Зачем размениваться на то, куда ты не хочешь. Ну, ну... Я вчера, прикиньте, ещё в Тунис смотрела. Хе-хе-хе-хе. Я подумала, что вот этот Тунисец, которого мы встретили в такси, это знак. Хе-хе-хе-хе. Типа... Та-дам! Это знак! Вот. Кстати, тоже недешёвый такой Тунис. Сто двадцать, сто тридцать ещё лунг люди. И отель такой, знаете, три звезды. Тунис. Тунис. Вот такая. Вот такая, вот такая. Стофи. Конечно, меня настроить сейчас куда-нибудь сутки свалить. Потому что, ну блин, я уже настроила, чисто морально. Кстати, купили кутёвку прям вот, можно сказать, даже не заранее, а не за десять уже до поездки. Я ей было числа в 8-м ушки. Мы ещё тогда бегали. Баксы покупали. По шестьдесят шесть и пять взяли. Пока сейчас они ещё дороже. Потому что тогда курс был что-то шестьдесят с половиной. А! Шестьдесят два. Шестьдесят два. А сейчас-то уже практически шестьдесят пять. То есть, можно куда-то ещё и выгодно продадим. Знаете, я стараюсь не сделать во всём позитивно. О! Давай, пошли. Так, чего там? Держим. Ну да. Две половинки. Последние, девочки, огурец. В этом доме. То есть, там даже вот просто, чтобы не пиздеть, вот смотрите, как я готовилась. Видите, у меня вот здесь вот фрукты обычно, здесь овощи. Видите, у меня всё чисто. Я даже их, кстати, протёрла. Перед тем, как это у меня там оставалось буквально чуть-чуть. И всё. Всё рассчитала по миллиметрам. И ни хрена. Не получилось, не. Не получилось, не повстануло. Так, блинычки мои готовы. Погрелись. О, красота. Прогреть они? Нет. Надо ещё пасеку морить. Сами блины прогрелись, а вот мясо у них нет. У меня одна женщина писала, мне надо было их обжарить. Не знаю, мне кажется, очень. Обжаркой. Во-первых, это лишний жир у них. Я вот когда, кстати, жарила, я вообще маслом добавила. То есть я только внутрь блинов 2 столовых ложки. Всё. А потом на сковородке ничего не смазывала. То есть они такие прям, знаете, такие хорошие. Можно сказать, диетические. Практически. А раньше постоянно, знаете, смазывала этим маслом. Нет, это, конечно, вкусно. Но это дико жирно. Вот. Ну и вообще, и так блины не самые полезные. Так, что будет. Так, что будет. Так, что будет. Последний огурчик. Последний огурчик. Ну, хотя с другой стороны, знаете, мы дома, мы, конечно, меньше денег потратим. Так вот есть. Ну, вот. Я считала. Максимум 3 тысячи в день тратим. То есть со всеми этими ксишками, таксишками. Вот. Со всеми, знаете, заходами в спар и прочее. То есть не более 3 тысяч в день тратим. 3 тысячи за 9 дней. Это сколько у нас получается? Это у нас 21 тысяч получается. А так мы за путевку отдали 88. Потому что, считайте, мы еще и сэкономили. Ну. Конечно, хочется праздника. Хочется веселья. Ну, как-то так. Что ж поделаешь. Что ж поделаешь. Значит, так судьба, не судьба. Да. У меня как все красиво каждый раз. Стараюсь. Фантазию включать. Так, пельменишки. Ой, такие пельмени классные вообще. Видите? Они мне прям нравятся. А что они туда добавляют? Хрен знает. Вроде обычные пельмени. Вот такие вкусные. Вот из всех вот таких вот мне нравится цезарь. Надо, кстати, в смарт сходить. В смарте там как раз вот они и есть эти. Цезарь. Плюс там еще к Новому году можно подкупить что-нибудь такое вкусненькое. Да, надо в смарт сходить. Яблоки горы. Пойдем тогда вон на ярмарку сходим. Кстати, прикиньте, у нас ярмарка открылась и она платная. Там каток платный, все дела платные. 200 рублей взрослый, 100 рублей детский. Я вчера смотрела. Там, говорят, будет выступать что-то нам труппа навки, фигуристы. Косолапов там какой-то, по-моему. Не помню, парень какой-то, какой-то косолапов. В общем, там будут у нас фигуристы выступать. Так красиво сделали. Я посмотрела фотки с квадрокоптером. Смотрится, прям ковается. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ой, надо что-то у меня. Не знаю, поджелудшись, что ли, болит. Подреберье. Сзади. Надеюсь, что левое. Хотя, вроде, выспался. Метель. Что-то обещали, вроде как и ледяной дождь. Я смотрела просто, вроде снег обычный. Не хочешь, чтобы ледяной дождь-то. Ну, деревья, вроде, нормальная. Вот такой холмик. Надо его счистить. Девочки, ну что остается? Что остается? Радоваться снегу? Уи! Ну ладно. Я надеюсь, посленого года у нас все получится. Все будет хорошо. Хотелось до нового года. Как-то так. Ладно, всё. До вечера у меня даже было быть уже полный крючок. А так придется само учет, который... Ладно, всё. Извините меня. Дайте мне пострадать пару дней. Я потом успокоюсь. Вы же меня знаете, я вот пострадаю пару дней и успокоюсь. Как так. Всё, люблю всех, целую. Всем хорошего настроения. Всё хорошо. Чтобы у вас всё получалось. Чтобы всё, что вы задумали, случалось. Всё, люблю, зовут, пока-пока.